Всем привет, с вами Митл Хьюара Хигаши, мы продолжаем прохождение визуальной новеллы с ванцонгой Песня Лебедя Я не забыл, я ничего Я не предавал Почему тебе лед всю дрожит, а? Ха-ха-ха-ха, ты похож на Чухуахуа Замолчи! Я ударил по Футрипиано уголоком, Футрипиано вскрикнуло, но мое сердце его не услышало Что горячее кипло внутри меня Меня это не волнует, это мое дело, выбирая Футрипиано или что-то еще Если бог собирается стать мне на пути, я собственно руками в душу такого нелепого бога Я получу все, и заставлю тебя признать мою правоту, но нет ничего, что я не должен быть делать Просто наблюдай отец, и заставлю себе, тебе сдаться, и уничтожу все, что приносит страдания А где-то секунду смотрел, удивлен, а затем разразился Хухуатом Ха-ха-ха-ха-ха, это забавно, ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Я сломаю тебе обе руки, и ты уже никогда больше не будешь играть А если хочешь покончить с собой, делай это на улице, мне нечего комнату пачкать Окей, с выходом вылетел из комнаты Силой покинули тело, я вновь все за Футрипиано Я коснулся клавиш на звук, который я ждал, не шел Мой единственный друг Футрипиано больше не желает меня знать Я понял, что остался совершенно один Меня словно толкнули вниз тюноту И только конвульсивно дернулось, сдавило горло Я хотел стать сильным, я должен был стать сильным Я собирался стать сильным и жить сам по себе Я быстро стерл упавшую на клавиатуру слезу Я просыпаюсь, это отведенная Микелья в храме общества дающей Кажется, я задремал после обеда Мне снялся кошмар Одежда влажная от пота Я перевожу дыхание и смотрю на свою правую руку Я сжимаю, затем выжимаю ее Движение ясно сообщает о том, что десять лет упорного труда ничего не принесли И демонстрирует, насколько я жалок Я давал грандиозные обещания, но я не добился ничего Вот даже рука с тех пор так и не остановилась Это жить бессмысленно, сдается в голосе В голове голос отца Я трясу головой, чтобы избавиться от него Закрываю глаза и жду, пока разом не успокоится Некоторое время спустя я слышу шаги в коридоре Это Рюззю Останавливается за дверью и спрашивает Можно ли ей войти Прежде чем ответ я привожу в ногу дыхание и успокаиваюсь Ты как? Ее глаза и губы едва заметно улыбаются Она сидит по-японски, спина у нее прямая Ее словно кутывает аура чистоты Она приходит сюда минимум раз в день Мы разговариваем Особенно ей нравится история из школьной жизни Сама на школу никогда не ходила Она занималась репетиторами Знания черпала непосредственно из книг И пользуясь учебниками Моя школьная жизнь не была богата на события, которые бывают в жизни большинства людей Мне кажется ей интересны даже самые незначительные происшествия Особенно ее интересуют мероприятия, где собираются вместе дети Одного возраста Такие как школьные поездки и экскурсии Когда я рассказываю ей об этом Она улыбается радостно Как маленькая девочка Уверена это очень весело Амит тебе понравился? Ее глаза получатся невинностью Я начинаю понимать, что она далеко не такая взрослая Какой мне казалось Сегодня нам присла книгу Оформленную в японском стиле Эту книгу оставил настоятель У меня история храма Я нашла ее в келье В коробке с бумагами Кажется она относится к периоду Тайсио На обложке каллиграфического вида О знамении Хотаку Куджи Хотаку Куджи Название этого храма Хотаку Бронзовый колокол Я слышал о храм переименовали Когда давным-давно неподалеку от него нашли колокол У этого настоятеля были интересные соображения по этому поводу Сейчас я их опущу Потому что хочу сначала кое-что тебе показать Она листает страница Текст написан в литературном стиле Тем самым почерком, что касовался на обложке Она смогла это прочесть Я бы не смог Вот На странице, которая указывает ее белый палец Слов нет Она испрещена кривыми линиями Карта? Да На странице скопирую ее из старинного документа Раньше хранившегося в ратуше Разве это не удивительно? Да Нет, с легкостью могу соотнести эту карту с нынешним ландшафтом Нет, слишком уж она похожа Говорит о текущем положении дела В городе затопленном После землетрясения На карте посреди города обозначено большое озеро Этой огромной лужи, думаю, ты все не не чувствовала Хотите сказать, эта карта составлена пророком? Нет, все не так Рюкзи радостно улыбнул Улыбается озеро Было в этом городе с самого начала Здесь сказано, что колокол Запир богов воды Так что он, возможно, свой родный символ Так что я отправилась исследовать очертания озера Тогда, когда вы спасли меня О, так вот что вы тогда делали Да, я думаю, что нынешний потоп может быть связан с чем-то в прошлом Вот и улизнула, потому что хотела сама все увидеть Только мама меня потом отругала Ясно, но зачем вам понадобилось исследовать очертания озера? Не думаю, что так уж важно Та же у него форма или нет Я так не думаю? Почему? По каким-то оккультным причинам? О, нет, я думал, что смогу понять сердца людей этого города Сердца людей? С этим храмом связано много странного Где сказано, чтобы он завыкнул, колокол это оберег Но в этом и есть его смысл Вот как Я слишком хорошо понимаю Это все как-то связано с религией Бронзовые колокола не имеют никакого отношения к буддизму Здесь сказано, что они используются в Японии еще до нашей эры В период я-йой Задолго до возникновения буддизма Мои знания ограничены учебниками Но для чего они использовались? Его точное назначение, а также причины его захоронения неизвестны Но колокола часто находят вблизи святынь Что наводит на мысль, что они связаны с религией Так что это место имело для жителей особый духовный смысл еще до буддизма И рождения сына Борьё Понятно, но разве не странно, что в таком месте возник храм? Это не так уж и странно Странно, что это храм Миро Кусама Что в этом странного? Вера в Миро Кусама отклонялась основной японской религии довольно давно Она стала преданиями уже в период Тайсио, когда жил настоятель Таких храмов было очень мало, так что он смог остаться на этой земле? Кстати, я верил, что за этим должна стоять какая-то причина И он искал подсказки в этой земле Земля? Земля имеет к этому какое-то отношение? Да, это не Миро Кусама пришел сюда обратил людей свою веру Он смог здесь утвердиться, потому что существовала религия Исконно присущая этой земле, в которую Миро Кусама вплел свои ощущения Так что если я изучу религию этой земли То смогу понять, почему Миро Кусама пришел сюда Но разве могло что-то сохраниться с периода я-йой? Я не думаю, что вера Земли может исчезнуть так легко Я верю, что она меняет форму, он остается в сознании живущих на земле людей Даже если люди об этом и не подозревают Правда? Да, но она могла принять форму легкую для понимания Например, сказок или легенд А могла стать и чем-то более сложным Что было бы гораздо разумнее Не думаю, что у кого-то есть там прямые доказательства Настоятель считал это место ключом к тайне Земле этого храмом был похоронен бронзовый колокол древней элегии А теперь она хранит Миро Кусама Прошедшую сюда из другого места В совершенно иной форме Если мы сможем наружить между ними связь Нам удастся выяснить облик исконной веры, сложившейся здесь когда-то И причем И поймем, в чем выражалась вера примитивных людей И сочетание бронзового колокол и Миро Кусама редкость Но именно поэтому это открывает новые перспективы Это может оказаться поразительным открытием Чтобы понять это, настоятель хотел ощутить землю так же как древние люди Хотел видеть пейзаж с озером Но к тому времени озеро уже пересохло Так что ему осталось удовольствоваться документами Кажется, настоятель был этим сильно разочаровым Я хотел узнать продолжение его истории Его теория не вписывается ни в какие рамки Но в этих строках чувствуется энтузиазм Он жил в захолустном храме У него была мечта и он все тщательно исследовал Я всегда считал это поразительным А потом озеро появилось вновь Вот я и захотел его увидеть Вам удалось что ли понять? Нет, не удалось Смущенно отвечает она Все же там здание разваленное Может это из-за того, что прошло много времени Да и из-за трясения сказалось на ландшафте Уровень воды другой Форма озера отличается от то, что на карте Я бы легко об этом догадалась Если бы удосужилась хоть немного подумать Но я была слишком увлечена Сейчас мне стыдно, что в такое время Я настолько увлеклась Она с тяжелением улыбается и продолжает Что дополнительное исследование Но у меня нет на это времени Это судя ни хрена не делаешь Я хочу выкрать немного времени Прости новое изыскание Мне кажется это очень важное Для изучения вещь Окружающая среда и разум Внешний и внутренний мир Мне кажется, что всю глубину Их скрытых взаимосвязей Можно описать одним словом Вряд на ответ вовсе несложный И лежит на поверхности Думаю, то это и скажет Мирику Самые когда яйца в этот мир Для Юзю Сунгай Ее лицо становится серьезным Она впадает в глубокую задумчивость И смотрит в пустоту Наверно, она совсем забыла о моем присутствии А тем словно вспомнив об этом Она смотрит на меня и горка улыбается Прости, что увлеклась Я заговорила о таком Это я не против Но у меня есть небольшой вопрос Какой? Ммм, хоть где найти ответ сами А не вслышать его от Мирику Само? Вы только учитесь и размышляете Разве не скучно будет Готовый ответ? Это только мое предположение Я уверен, что учение Мирику Само Куда более прекрасное Будет понятно всем людям Вот че я желаю Правда? Да Это что? Ничего Можно еще один вопрос? Да Я с вами до исследования Что делают другие из последователей Чтобы помочь вам? Они каждый день читают буддистские шутры Шутры? Это что-то вроде молитвы Да Не думаю, что молитва что-то изменит У молитвы ничего не меняют Но самого-то действия людям необходимо Дима Молитва сопровождает человеческий разум На всем пути жизни Люди умирают прямо в смысле этого слова Когда утрачивают молитву Ясно Кажется, мое объяснение тебя не удовлетворило Нет, это не так Да пожалуйста, послушай меня еще немного Хорошо Трека устраивается поудобнее Радостно на меня смотрят Существует легенда, что лебеди поют один раз в жизни Перед смертью Ты об этом знаешь? Да Это очень старое предание Я о нем узнал Со стихов гейна Или нет Правильно Но на самом деле лебеди не поют даже перед смертью Это можно легко проверить Обратившись к моменту зарождения легенды Я когда-нибудь думал, почему несмотря ни на что эта легенда живет Нет И почему А что думаю я Если лебеди всю жизнь только и могут кричать таким голосом, словно их душа То их голоса становятся жалкими И тут уж ничего не поделаешь Но если кто-то слагает историю, что в самом конце они могут прекрасно петь Даже если все знают, что это ложь Это дарит надежду Люди, жившие давно, принявшие эту идею Положили свои чувства в эту небывалую песню Нет Именно потому, что ты знаешь, что это ложь Скрытые желания превращают уродливую песню лебедя во что-то прекрасное Но это уединенная красота, что меняет свой цвет в зависимости от сердца того, кто ее слышит И верю, что это истинная сущность молитв Они искренние, но пустые Это грустно, но неизбежно Ммм, это что-то что? Разве это не странно, даже если вы так считаете, не в вашем положении так говорить Или я все-таки чего-то не понимаю? Ты говоришь непонятные вещи Я не сказал ничего странного Так и смеялся Кажется, она что-то ждет меня, но я не знаю чего Повисает не ловкая пауза и меняю тему разговора Разве у вас никаких дел? Кажется, противостояние со школы становится все ужесточеннее Везде сегодня лидера? Торчать здесь? А, спасибо, что спросил Она глубоко вздыхает, улыбается Я тоже сейчас об этом думала Чтобы сделать это, мне нужно закончить самую важную свою миссию Это... Да, сейчас мне нужно как можно скорее впустить в мир, Мирокусама С этим я не смогу справиться без твоей помощи, но я в затруднении Поскольку ты замолкаешь каждый раз, когда я понимаю эту тему Сейчас об этом заговорил ты Ты забыл об этом? Я не забыл Я должен молчать Я понимаю, что ты на руках поднял острую тему Мирокусама А если тебе хоть немножко нажали, то решайся прямо сейчас Я готов в любое время Она подвигается... Придвигается не сводить с меня глаз Подождите Ничего же не изменилось Мы ждали достаточно долго, а если ты не будешь готов в ближайшее время, возникнут проблемы Меня это тоже волнует Ты все еще беспокоишься Да, кроме того вы хоть понимаете, что означает зачетие ребенку Да, мы берем твои гениталии и мое Просите, что вам пришлось встречать настоль неловкий вопрос, но я говорил не о сексе Ребенок это новая человеческая жизнь Ты придумал новую отговорку Пожалуйста, не нужно недавно смеяться Я не знаю, что значит простое человеческое счастье, но я не уверен, что взводится с ребенком сейчас хорошая идея Конечно, счастье ребенка не ждет, но он сможет принять медику сам и стать священным существом, что принесет спасение всем Я в этом не уверен Это не то, о чем тебе нужно беспокоиться Все, что нам от тебя нужно, это семья Мы не станем требовать от тебя исполнения отцовских обязанностей Даже если бы это меня и не беспокоило, не думаю, что зачав ребенка я смогу остаться в стороне Думаете, боюсь ребенка это хорошо? Она молча смотрит на меня У нас дружная семья, а эти должны любить друг друга Любовью должен быть окруженный ребенок Даже если это лишь остатки любви, даже если порой возникают проблемы в целом Она должна быть теплой и дружной Так должно быть Да Правильно? Я ведь не сказал ничего странного, так? Мне это странным не кажется Значит, вы поняли? Да, я поняла Тогда, пожалуйста, отступитесь Нет, я не отступлюсь Нет, проблема Так будет лучше, чем если отступлюсь Она пристально смотрит на меня И глаза полны решительности Пожалуйста, полюби меня, Амако-сама Амако-сама Вот что мы должны сделать Это единственное решение Тебе просто нужно полюбить меня сильнее, чем ту, к которой ты стремишься сейчас Мы сейчас говорим не о моей девушке Это не важно, если это произойдет Да тебя будут естественно остаться со мной, верно? Да ты сможешь взять меня в жены Мы заведем ребенка и задаем дружную семью Тебе не обязательно следовать нашему учению Сможешь здесь только сколько угодно Делать что хочешь Например, играть на фото пиано Видишь, все встает на свои места Благодарю за сверкаю Сама наглядь так, будто и в голову Только что пришла потрясающая идея Мы подготовим послание прямо сейчас Так что, пожалуйста, напиши своей любовнице, что бросаешь ее Нет, это... Я колеблюсь Все нормально? Нормально Ведь я люблю тебя Эээ, меня? Она краснеет и продолжает Я хочу, чтобы ты тоже любил меня Подождите Знаю Ты думаешь, что это выросшая в тепличных условиях девчонка По-дурацки втюру из молодого парня Который оказался рядом И у которой была возможность Часто с ней разговаривать Но это иное Я хочу сказать Я никогда так не думал Прости, но я серьезно Ясно Прости Она отступает и смущение склоняет голову Я не знаю, как мне поступить или что сказать Подумав, я говорю Но это не разумно А? Я не могу влюбиться только потому, что кто-то сказал мне, что любит меня Наверное, ты очень дрожишь И... Мы говорим не о ней Я понимаю Обомочиться Она не поднимает голову А чувствую ее умение Мне становится неловко и отложит взгляд Есть два решения у этого пацана Короче, сделать, что от него просят Или взять ее и задушить Ну, потом его, скорее всего, убьют Но зато он сделает В школе Там это Убьет голову вражеского этого Лагеря Слушай, какой-то звук Я снова смотрю на нее Она скривившись утиряет рукавом глаза А возможно она Эм? Ничего Она поднимает голову Но глаза у нее влажные Вы плачете? Я не плачу Она корчит Сердитую гримасовную макияж У нее под глазами плывет И вовсе я тебя не люблю Я так сказала, потому что это моя роль Понятно Да, я просто врала Хорошо Я умею врать, когда нужно Ну, я никогда не спрашивала вас о таком Я очень хорошо вру Ну, ладно В общем, все, что тебе нужно Это без лишних слов сделать то, что должно было сделано Вот и все Так почему ты говоришь о столь сложных вещах? Пожалуйста, не надо ссылаться непоятно на что А не то я разозлюсь Заявляет она, не спуская с меня взгляд Я заполучу ребенку, несмотря ни на что Руза смотрит на меня, неважно какие у нее причины Но я не вижу ни малейшего намерения обмануть меня Может я и глупа, но она вполне серьезная Да не могу ее принять Нет, давайте не будем Я смотрю мимо нее Не знаю, что сказать, но Пожалуйста, помолчи Жаль После обновления черной Люд закивает Само себе на дело Глубокий вдох, чтобы успокоиться Она утеряет глаза и холодно смотрит на меня Я больше ни слова не скажу об этом Но нам это необходимо Что бы ты там ни думал В зависимости от ситуации, возможно, нам придется принять меры даже против твоей воли Спокойно говорит она Простите Пожалуйста, не надо извиняться Все нормально Она улыбается Ах да Как дела у Ароя Я пытаюсь сменить тему У нее все хорошо Сегодня она играет на улице с детьми Это хорошо Кажется, они так уж и часто закатывают истерики Наверное, привыкла, что не может толком говорить А это тоже грустно Хочешь ее увидеть? А можно? Да Я об этом позабочусь Думаю, я смогу представить тебе больше свободы Буду вам признателен Не стоит благодарности Я считаю, что тебе будет полезно увидеть людей, живущих в храме Может, ты передумаешь, видев, как люди на тебя надеются Угу Мне надо оплатить тебе за то, что спас меня Я знаю, что этого недостаточно, но ты больше ни о чем не просишь Если тебе что-то понравится, пожалуйста, говори Нет, все хорошо Пожалуйста, не волнуйся об этом Там уже спасал я вас не один У меня нет других пояс, потому что мне не причиняет здесь никаких неудобств Я беспокоился за рое, но больше мне от вас ничего не нужно Даже если так Что-то не так Да и в самом деле Она замешает, если смотрит на меня Что? Нет, ничего Возможно, так будет даже лучше Она отдыхает Короче, принудительно ему заставили на своего купляться Ах, собаки, блин, а Ну, не мог согласиться с какой-то там непонятно кем, чего-то нам это Драгоценный орган Пачкать где-то там Ладно, все Всем большое спасибо Очередная серия заканчивается И всем пока